Реанимировать человека сложно даже для медика, что уж говорить о простом обывателе. Но знать и уметь оказывать помощь необходимо, рассказывает студентам Металлургического колледжа врач-инструктор во время квест-игры «Антитеррор». Милана Нейфильд, будущий соцработник, с задачей справилась. До этого даже не представляла, что такое возможно. Яркие впечатления останутся на всю жизнь. Теперь, если потребуется, готова применять знания и умения на практике. Это очень важно, потому что в наше время молодежь немножко другим увлекается. Я все-таки считаю, что каждый человек должен знать, как оказать хотя бы первую помощь. Самарский дом молодежи разработал квест-игру «Антитеррор», основная цель которой – научить обыкновенного человека адекватно действовать и уметь оказывать первую медпомощь пострадавшему от теракта. На каждой игровой базе свои инструкторы – от медика до юриста. Вовлечение молодежи к проблематике, казалось бы, забытой, но все еще актуальной беды для современного человечества, такая как угроза экстремизма и терроризма. В современной среде может быть не так сильно, как в мое детстве сказывается, страх быть где-то взорванным, попасть в заложники или еще что-то, но в современной молодежи другие угрозы – быть вовлеченными как раз в экстремистскую какую-то деятельность. Подобные квесты Самарский дом молодежи по традиции проводит ежегодно в начале сентября в память о жертвах Беслана. В этом году антитеррористическую прививку получили студенты двух колледжей – металлургического и строительно-энергетического. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzкая.